Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня будет видео из магазинов. Там начались распродажи, это будет видео-шпаргалка, что-то можно приобрести. Я, честно говоря, не люблю ходить по распродажам. Обычно я хожу, заранее снимаю, что есть. Никакая жажда наживы не заставит меня толкаться в заре, поэтому никаких примеров сегодня не будет. Сегодня вы увидите только то, что понравилось мне, что я могла бы купить. И вы не увидите примерок, размеров плюс сайз и искусственных материалов. Начались мои съемки с магазина Stradivarius. Помните, у меня юбка такая есть, я делала про нее видео. Мне там посоветовали носить ее с джинсовыми куртками или с жилетами. Эта идея показалась мне здравой, и я пробежалась по масс-маркету, примерила, прикинула и джинсовую куртку, и вот такой жилет. Ну, что я могу сказать? Может быть, это были не те фасончики, но я решила, что то, что у меня есть, к этой юбке подходит больше. Ссылочку на то видео я вам оставлю внизу в описании. А если вы досмотрите это видео до конца, то я порекомендую вам блогера, которого я буквально недавно нашла, и единственного, кого я смотрю за последний год. Вот за 3 тысячи мне понравились вот такие шлепки, да, шлепки с узлом сейчас-то модно. Они такие мягкие, на толстой подушке. Я их примерила потому, что мне до этого понравились в манго вот такие. Но эти стоят сейчас на скидках 4 тысячи, а те стоят 3 тысячи пока без скидок. В общем, я выбираю между этими двумя. А потом я зашла в биржку, и мое внимание привлекли вот эти брюки льняные. Тогда они стоили 2 600, сейчас, может быть, на них есть скидка. Я, честно говоря, не знаю. Посмотрите на сайте. У них необычная для льна расцветка яркая. Но я посмотрела потом на сайте и подумала, что все-таки их нужно примерять. Как-то они на одной модели нормально сидят, на другой не очень. Но вот эти белые мне понравились. А вот это, посмотрите, какой привет из 90-х. Но вернемся к нормальным вещам. Не забываем заходить в мужские отделы. Посмотрите, какие яркие мужские футболки. Следующий был H&M. В женские отделы я не захожу. Хотя на сайтах у них все очень красиво выглядит. В жизни не очень. Это мужской H&M. И посмотрите, розовенькие шортики. Вдруг вам нужно. Есть не только розовенькие, вон желтенькие модные. Ну, так вот они сидят. Если кому-то широкие шорты не нужны, они нужны поуже. Загляните. А еще мне понравились их свитшоты. Мне нравятся в H&M свитшоты, худи. У меня была из мужского отдела. Тоже есть такие цвета неплохие. Качество у них тоже не самое поганое. В общем, я, возможно, куплю себе какой-нибудь свитшот у них. Вот смотрите, сиреневый какой красивый. Нежно-голубой. Бежевый тоже хороший. Вот этот розовый мне понравился. В составе у них хлопок и полиэстер. Правда, на вешалке, может быть, это был другой, но он был очень такой поярче коралловый. Смотрите, какой грамотный серый цвет. Можно такой вот коричневый посмотреть, если вам идет. Но на них нет распродажи. Стоят они тысячу рублей. В общем, мне кажется, в H&M ни худи, ни свитшоты мужские на скидки особо не идут. В Pull&Bear традиционно, конечно, нужно смотреть джинсы. Но здесь я вот посмотрела такую джинсовую куртку. Тогда она стоила 4 тысячи. Куртка Frankenstein. Сейчас это модно из разных цветов составлять все куртки и джинсы. Понравились мне вот эти рюкзаки. Это, конечно, искусственная кожа. Но они очень аккуратно сшиты до скидок. Стоили 1800. Сейчас, возможно, даже меньше. Приятные очень расцветки. Такой хороший городской рюкзак. Меня искусственная кожа, честно говоря, не смущает. Если бы мне нужен был рюкзак, я бы к ним присмотрелась. А вот эти санталии в чью сторону я тоже посматривала. И подумывала, может быть, купить на распродаже. Мне показалось, что у них нога будет потеть. Они, естественно, искусственные. Но вот с Stradivarius я мерила шлюпки. У них какое-то другое, видимо, качество. Ноге было комфортно. Еще в Pull&Bear я попрямила вот этот костюм. Я его еще до распродажи приметила. Мне понравился своим цветом. Здесь его лучше видно. Такой бледно-бледно-желтенький. И я увидела на распродаже, решила померить. Широкий свитшот укороченный. Мне, конечно, больше всего понравились эти широкие брюки. Ну, я его, конечно, не возьму. Потому что носить его можно будет только дома. А дома мне не нужен. Понравилось мне сочетание этих брюк с моим розовым полом. В общем, если кому-то нужны широкие трикотажные брюки, можете посмотреть в эту сторону. Неплохие. Есть еще в розовом цвете. 100% хлопок, по-моему. Помните, вы мне советовали отрезать длинные футболки? Я, кстати, последовала вашему совету. Скоро покажу это видео. А в масс-маркете они уже есть. Готовые, отрезанные. Зашла я в магазин InCity. Я редко бываю в этих магазинах, потому что редко они попадаются на моем пути. Ну, вот была в Коламбусе. И как раз он там был. Мне понравились вот эти майки-алкоголички. И сейчас это модно. Носить их первым слоем под какую-нибудь рубашку. Или самостоятельно, если вам позволяет фигура. Стоит они тогда 899 рублей. И это хлопок с эластаном. Сейчас на них есть скидка. Всего 100 рублей, правда. Что мне нравится, что можно носить их на бюстгальтер. То есть у них такие лямки, которые это позволяют. Большинству масс-маркета нам предлагают сейчас вот такие майки. И здесь, конечно, бюстгальтер уже не наденешь. Есть у них и обувь. Вот такие вот мягкие шлепки на тонкой подошве. Я, конечно, все-таки предпочитаю в городе подошву потолще. Но цвет мне у них понравился. Вот это платье мне понравилось. Я знаю, что, вы скажете, ничего необычного в нем нет. Но я люблю вот эти вот ярусные платья. Мне кажется, они такие простые, свободные. В то же время лаконичные. Цвет у них неплохой. Они были вот в синем и в таком сероватом оттенке. Сейчас он у них идет с небольшой скидкой. Кстати, все, что я вам показываю, я вам ссылочки оставлю внизу в описании. Вот я вам его прикинула к себе, чтобы показать вам длину. У меня рост метр семьдесят два. В общем, хорошее городское летнее платье. Предыдущие майки, которые я вам показывала, там было 95% хлопка, 5% эластана. Они были в рубчик. Эти уже со стопроцентным хлопком. Стоят всего 400 рублей. Мне кажется, неплохой вариант. Еще мне понравились вот эти платья из стопроцентного хлопка. Очень приятные расцветки. Сиреневые, желтые. Сейчас модные. У них, конечно, нет никакой талии. Для тех, кто любит подчеркивать, эти платья не подойдут. Сейчас они стоят две тысячи. Но я, как вы знаете, не люблю подчеркивать талию. Последнее, что я подчеркну, это будет талия. Поэтому я бы такое платье носила. Ну и покажу для молодых. Там есть платье покороче. Платье парашюты. В общем, уже не первый сезон. Заглянула я в Зару. Что называется, зашла и вышла. Потому что не готова я в этом трепье копаться. Эти толпы очередей меня смущают. Но хотела поговорить с вами по поводу этих рубашек оверсайзных. Сейчас они есть во всех магазинах. Длинные, оверсайзные. Я в них ходила с недоумением. И думала, зачем они нам нужны. Давайте посмотрим, как нам предлагают их носить. Известный способ подоткнуть один край. Если рубашка еще не очень длинная, то может быть ничего. А если она очень длинная, то хотела бы я посмотреть, как это выглядит сбоку и сзади. Если у вас такие ноги, вы, конечно, можете носить это и так. Бас-маркет предлагает нам носить длинные рубашки с шортами. Ну и тогда рубашка должна быть где-то на уровне шорт или мини-юбки. И они должны быть вровень. Это, конечно, не наш случай. Мне больше нравится рубашка, расстегнутая целиком, как второй слой. Конечно, в нашем случае это будет не бра, а какая-нибудь майка. И мне нравится вариант рубашки, расстегнутой снизу до линии пояса брюк. Я с удовольствием теперь так ношу. Мне кажется, это гораздо лучше, чем рубашечка, подоткнутая с одного края. И теперь, вооруженные этими знаниями, вы вполне можете пойти и купить себе длинную рубашку. Они есть в манго, неплохого качества, хлопковые. Это рубашки из резерв за 1000 рублей. Также любое платье-рубашку тоже можно расстегнуть снизу. И у вас появятся ноги. Это платье-рубашка за 2000 тоже из резерв. Ну и давайте пойдем в Массима Дутти. Должна сказать, что не очень удаются мне походы эти в период распродаж. В магазинах, как правило, уже ничего не остается. Совершенно разный ассортимент. Ну, такие вот платья-футболки за 5000. Еще одно такое. Вообще, я помню, в прошлом году мне платья в Массима очень нравились. В этом году я как-то не в восторге. Ну, просто платье-футболка или вот такое скучное тоже достаточно платье. Не очень, в общем, ассортимент. В магазинах. Вот еще одно платье из вискозы. Такое струящееся. Но мне кажется, вот такую фигуру нужно иметь, чтобы такое платье носить. Иначе оно подчеркнет все, включая ваши трусы. Я, в общем, опасаюсь такие платья носить. Ну, или вот юбка хлопковая, пояс на резинке. Мне кажется, смотрится не очень. Еще вот этот шов посередине. Вот девушки сказали, что это этот магазин для пенсионеров. И бодро оттуда вышли. Ну, для пенсионеров, не для пенсионеров. Вот это платье за 7,5 тысяч мне понравилось. Хлопковое, простое, лаконичное. Собрано возле ворота. Я мерила что-то подобное. 12 сторис в прошлом году. Бежевое, оно мне понравилось. Много льна в массе Мадуте. Это лен, хлопок, нейлон. Вот такие брюки для прогулки. В принципе, можно посмотреть. Или вот такое платье за 5,300. Ну, тоже надо померить. Не слишком ли оно будет подчеркивать рельеф и тело. Вообще, как я уже сказала, сейчас ходить по магазинам дело неблагодарное. Совершенно разный ассортимент. Все навалено. Все какого-то неприглядного вида. Поэтому я сходила на сайт Ламуды и посмотрела, что они нам предлагают. Мне нравится их сервис. Сама сейчас заказывала обуви. Сегодня иду смотреть. Так вот, мне понравился вот этот жилет на трех пуговицах. Ну, не знаю. Может быть, вам эти пуговицы покажутся слишком уж акцентными. И здесь полиэстер и вискоз. Тут он всего 2,360% скидка. Но я его увидела на модели. Причем модель показывала нам шорты. И мне он показался уже не таким прекрасным. Какой-то он очень длинный. Пуговицы очень большие. И вообще, как-то странно их с пропорциями. Вот эти шорты, посмотрите, они такие маленькие на картинке. На модели какие-то длинные. В общем, странные пропорции. А вот этот черный кардиган мне тоже понравился. Он покороче. Но здесь, знаете, вот такой вырез. Носить его на голое тело сможет не каждый. А что надеть вниз, тоже большой вопрос. Мне нравятся их рубашки из раме. Раме, это крапива. Но их очень быстро разбирают. Буквально вечером она была. Утром, когда я начала делать это видео, их уже нет. Поэтому, если вам нравится, то быстро покупайте. Вот эта рубашка еще есть в наличии. И она мне нравится тоже. У нее такой цвет красивый. Рукава пышные. Правда, прозрачная. Так что имейте в виду. А это хлопок с шелком. Красивый серый цвет. Вот этот тоже мне нравится. Это топ. Но у него американская пройма. Тоже имейте это в виду. Бордовый, красивый. Майки льняные. С таким декольте. Кому надоели обычные футболки. Стоят полторы тысячи недорого. Есть в разных расцветках. Серый, белый, коричневый, бежевый. Единственное, я на коричневом видела вот такую пройму низкую. Продолжая тему верхов. Понравились мне вот такие пуловеры. Из вискозы. Красивый голубой цвет. Прекрасно, видите. Смотрится с белыми брюками. Рукав мне нравится. У него такой широкий. Есть в нескольких расцветках. Это не называют розовый, но мне видится больше сиреневым. Или вот такой бежевый. Лен, как я уже говорила, в массе хороший. И мне понравились вот эти брюки зауженные, укороченные коричневого цвета. Либо вот такие длинные, прямые, с тонкой полосочкой и небольшим защипом. А я напоминаю вам, чтобы вы ставили лайки этому видео, подписывались на мой канал и подписывались на мой инстаграм. Ссылочку я на него оставлю внизу в описании. Говоря о брюках, я покажу вам вот эти белые брюки. Они не идут пока на скидках. Но мне после моего видео с моими белыми брюками часто задают вопрос, где купить белые широкие брюки. Вот вам, пожалуйста. Это вискоза и лен. Хороший состав. Хорошая у них длина, ширина достаточно умеренная, но при этом они не узкие. У них один защип, на мой взгляд, сидят прекрасно, выглядят тоже. И еще одни белые брюки. Это лен и хлопок. Тоже хороший состав. На них так посмотришь, они вроде бы так умеренно широкие. Ну, если на них смотреть сбоку, то вполне себе широкие. Просто, видимо, хорошо держат форму. Ну и платье, которое мне понравилось. Мне понравился его цвет, длина. Это раме, но оно на одно плечо, поэтому я, конечно, себе такое купить не могу. Чтобы не затягивать видео, завтра я вам покажу, что мне понравилось в Манго и в 12 Stories. А пока перейдем к моей рекомендации. Надина мною на просторах интернета, молодая интеллектуалка-неформалка со своим собственным мнением и прекрасной речью. Она стилистка, естественно, дает когда-то стилистические советы. Мне нравится разбор фильмов. Она одежду разбирает в разных фильмах. Ну и вообще у девочки очень мало подписчиков. Я считаю, это незаслуженно. И это нужно как-то менять. Ссылочку на ее YouTube-канал я оставлю внизу в описании. И это, конечно, не реклама. Мне за нее никто не заплатил. Девушка вообще не знает, что я тут вещаю о ней. Просто, мне кажется, моим многим зрителям она понравится. Хотя бы потому, что она очень отличается от всего, что есть сейчас на YouTube. И своей грамотной речью. Хотя наши взгляды на моду во многом расходятся. Но я с удовольствием ее смотрю. На этом я с вами прощаюсь. Завтра ждите продолжения из манго. И до новых радостных встреч. Всем пока.